Избавиться от лишнего жира навсегда. Возможно ли? Липосакция – это операция, которая убирает жир с тех участков тела человека, от которого ему трудно избавиться при помощи диеты и физических упражнений. Ее назначают тем, кто страдает от ожирения. В этом случае операция помогает даже сохранить жизнь. Но иногда к ней прибегают и по другим причинам. Сегодня мы расскажем вам об этом методе и ответим на самые частые вопросы, которые задают пациенты пластическому хирургу. В студии у нас Сергей Бервенок, пластический хирург, и именно он ответит на те самые вопросы, которые я буду ему задавать. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, давайте начнем с того, что такое липосакция. Вот прям раз – и убрать жир. Ну, это правильно, в принципе. Если следовать определению, то липосакция – это пластическая операция, которая направлена на то, чтобы удалить излишки жировой ткани, которая мешает. Она может применяться как самостоятельный вид операции, так и комбинированно с другими. То есть, в принципе, убрать жир – липосакция. А со всех ли мест тела человека можно убрать жир? Или это какой-то определенный жир? И сразу много таких вопросов. Как много его можно убрать? Или если есть совсем чуть-чуть, его тоже можно убрать? В принципе, методик существует довольно-таки много. И поэтому чисто теоретически можно с любой части тела убрать излишний жир. То есть даже вот с области коленей иногда бывает, что над коленкой где-то чуть-чуть и все прочее. То есть количество может быть от совсем маленького до просто там помрачительного, как любят наши американские коллеги. Но опять же стоит помнить о том, что всегда есть показания и противопоказания, и поэтому есть все-таки ограничения. Они существуют. В пределах разумного это можно делать. Ну, о каких-то ограничениях мы можем сказать? То есть кому, например, вот точно откажете вы и ваши коллеги? Или все очень индивидуально? Конечно, индивидуально. Но опять же, так как это все-таки манипуляция хирургическая, то, естественно, мы пациента направляем на полное обследование, со всеми анализами, смотрим. И противопоказания, они, во-первых, есть все общихирургические, плюс если какой-то хронизация процесса идет воспалительного, либо, например, сердечно-сосудистые проблемы, проблемы с кровотворной системой. То есть если, допустим, кемоглобин низкий или анемия у человека уже установленная, ну и прочие вещи, то есть это все нужно смотреть. Перечень, на самом деле, большой, но, как правило, вот тем, кому мы отказываем по медицинским показаниям, их не слишком много, потому что люди все-таки начали у нас за здоровьем следить, диспансеризация помогает, и поэтому кто-то о своих проблемах знает, в интернете информация есть, они уже, может быть, даже приходят, ну спрашивают сразу, говорят, а у меня вот такая-то проблема, можно или нет? И то есть мы уже смотрим, в общем, в общем и целом, как это все. Сергей, ну вот действительно ли человек прям меняется в своих размерах, прям на несколько размеров после операции? Это действительно прям вот такой эффект вау? Вот эффект вау, да. Потому что, ну вот не всегда мы, конечно, отслеживаем, у меня вот с пациенткой из последних тоже возникло такое, и она говорит, вот у меня брюки мои, вот на несколько размеров больше. Я говорю, а что ж мы эти брюки-то не сфотографировали до? Она говорит, я что-то не подумала, ну и я не подумал. Сейчас ее две, наверное, в эти брюки учатся. А сейчас, да, ну и, конечно, ее можно сфотографировать, что они действительно большие, да, и сложить, но вопрос в том, насколько это будет достоверно для тех, кто будет на это смотреть, потому что скажут, ну, взяли, что она на два размера больше всего. Ну, вот опять же, если ее брать в пример, далеко не ходить, 17 сантиметров объема в талии, 10 килограмм потери веса, и это еще месяц после операции, то есть человек еще будет худеть дополнительно, потому что процессы регенеративно идут, организм на себя берет еще определенные вещи, и процесс будет продолжаться. Вообще это процесс раз и навсегда, или вот эти сантиметры, я сейчас не говорю конкретно вашей пациентке, но они могут вернуться? Тут всегда очень интересно, потому что, ну, жировой ткани, ее, в принципе, в организме дано определенное количество. Вот сколько ее есть, столько ее есть. Но проблема в том, что жировая клетка, она в размере может увеличиваться в несколько раз большого объема. Всю жировую ткань мы убрать не можем по логическим причинам, то есть мы всегда оставляем для того, чтобы было питание, это естественная прослойка, наш изолятор и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, чуть-чуть остается. И если все-таки сказать, что, а, я вот все сделала, убрала, сейчас буду есть торт за раз, там ни в чем себе не отказывать, то, конечно, есть варианты, что оно появится в будущем. Или, допустим, оно может появиться в других местах, где мы липосакцию не делали. Часто бывает, когда мы убрали живот, поясницу, спину, на плече, на бедрах, тем более у женщин это, в принципе, заложено генетически, что там должно быть жировое количество жира. Поэтому оно там и растет очень благодарно. Бывает так, что и несколько раз. Но, опять же, это вести разгульный образ жизни. То есть получается, что все-таки, если сделаны операции, то нужно все-таки как-то оставаться в этом тонусе, и себя в руках держать. Вот такой вопрос, насколько я знаю, вы тоже задаете ваши пациенты, пациентки. Вот когда убирают жир? Ведь если это был большой объем тела, а кожа, да, ведь кожу тоже нужно убирать? Или кожу можно оставить, она обладает каким-то волшебным свойством и приходит от, не знаю, от 58-го размера к 42-му сама? Да, кожа обладает такими свойствами, но не от 58-го к 42-му, естественно. Ну, я так специально сделала большой разбег. Конечно, большого разбега не будет. Поэтому, опять же, когда приходит человек и спрашивает, а вот я хочу липосакцию и не хочу убирать кожу, то есть то, что мы называем абдоминопластикой. Абдоминопластикой. Кожу живота убрать, да? Он говорит, я не хочу разрез и все остальное. В каких-то случаях мы можем обойтись просто липосакцией, и кожа сократится, и все будет хорошо. Но, опять же, это стоит учитывать, что человек достаточно молодой должен быть, кожа должна быть в хорошем тонусе, упругая, эластичная, все остальное. То есть даже у молодых девушек, кто рожал, например, если во время беременности плод был большой, живот растянул, появляются стрии, так называемые, растяжки, это уже признак того, что кожа хорошо и сильно сокращаться не будет в любом случае. Опять же, если человек сильно похудел, все мы это видели в интернете, очень любят эти картинки, там человек был 200, стал 80, и у него кожа вот лишним таким висит фартуком, конечно, она не сократится до того объема, чтобы он был как в литой в костюме сидел. То есть здесь все-таки нужно работать. То есть нужно, конечно, комбинировать это все. То есть в определенных случаях и пределах липосакции будет достаточно и без абдоминопластики, но в каких-то без этого уже никак. То есть тут индивидуально все, как вот вы и сказали изначально. Ну вот тоже еще такой вопрос, к чему быть готовым? Вот если человек делает эту операцию, делает липосакцию, как долго длится восстановительный период, от чего он зависит? Насколько это болезненный период восстановления? Давайте несколько слов об этом тоже скажем. Период восстановления длится у всех по-разному. Мы ориентируем пациентов на месяц точно. Но опять же это не значит, что месяц мы лежим в стационаре, в палате и никуда. Мы, как правило, отпускаем своих пациентов на вторые сутки, они уже очень хорошо себя чувствуют, бодро, сами передвигаются, в состоянии многие просятся раньше, но мы придерживаем. Из таких ограничений, это понятно, что физические нагрузки, какие-то наклоны активные, еще что-то в этом плане. То есть первую неделю, конечно, лучше быть вообще в покое, постараться по максимуму. Но в целом, как правило, сильных болей нет. Если даже что-то побаливает, достаточно обычных обезболивающих, то, что в аптеке мы сами пользуемся, даже таблеток, кто от головы использует, вполне хватает. Если мы говорим про липосакцию, если сочетать с адаминопластикой, там, конечно, посложнее. Но самое главное, это нужно рассчитывать на то, что придется ходить в компрессионном белье целый месяц, которое утягивает, удавливает, позволяет нам избежать отеков, лишних гематом. В общем, облегчает период значительно. Раньше без него было тяжело. Его пациенты начинают не любить, наверное, на второй неделе уже после операции. Говорят, когда мы это снимем. Но это нужно пережить. И вот важный момент. Если кто-то жару не любит, то на лето планировать не стоит. Потому что мне в жару тяжело. А кто-то нормально. То есть не мешает же хирургам в Майами в Пес 50 оперировать круглый год. Там люди нормально переносят. Кто-то наоборот. То есть это тоже индивидуальная особенность. Их всегда нужно учитывать. В жару им вы имеете в виду, что трудно носить компрессионное белье в жару? Просто жарко. И сам факт, что вот процесс... Просто жарко, да. И, естественно, оно же все-таки из специальных волокон сделано синтетических. Поэтому в нем летом жарковато может быть. Хотя если дома под кондиционером, то проблемы... То есть это обязательно период восстановления. Без него мы не обойдемся. Без него абсолютно никак. И многие спрашивают, как ускорить. Ускорить тоже никак. Потому что организм, он наш сам по себе. У него свои какие-то понимания о том, как ему что делать. Поэтому вот на месяц всегда ориентируем. Кто-то бывает быстрее гораздо. Но это уже, опять же, индивидуальная особенность. Бывает так, что действительно вот операция липосакции, она прям практически спасает жизнь человеку, у которого так много жира, что он просто не в состоянии ничего с ним сделать. Ну, конечно, бывает, когда приходят люди, у которых индекс массы тела перевалил далеко все критические отметки. Конечно, бывает. Потому что это же жир не только на животе, но и на руках, на бедрах, на шее. То есть вплоть до того, что становится человеку тяжело дышать. Такое тоже бывает. Опять же, стоит учитывать, что весь этот лишний объем и вес – это нагрузка на суставы, позвоночник и прочее. Плюс все эти избыточные ткани, их надо чем-то питать. То есть это, соответственно, дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на почки, на печень и все-все-все прочее. Поэтому, конечно, проблема лишнего веса, она стоит во всем мире остро. И в некоторых странах даже на первом месте, даже впереди сердечно-сосудистая. А бывает так, что вот наоборот, вроде как вы смотрите на человека, там, женщина или мужчина. Кстати, мужчины тоже обращаются за этой процедурой, за этой операцией. Вот смотрите на вашего пациента и думаете, ну что там, вот два раза в неделю в спортзал, там, ограничить питание, зачем вам это надо? С этого наши разговоры начинаются. Сигнал начинается, даже вот пластический хирург так начинает разговаривать. Вообще, конечно, если мы видим, что у человека все в порядке. Что можно решить, это проще. Бывают, приходят девушки, довольно-таки худенькие, ну зачем? Ходите в зал, там хорошо, для здоровья полезно, кардионагрузка, все остальное. То есть все-таки критически смотрите на ситуацию? Обязательно, обязательно. То есть даже бывает так, что человек говорит, а я вот ничего не хочу. Хочу быстро, легко и без усилий. Быстро, легко и без усилий. И ты понимаешь, что, а как с ним работать в реабилитации? Там-то тоже усилия нужно прилагать определенного рода. Опять же, после операции тоже диета и прочее. Понятно, что она не такая строгая, но тем не менее она есть, и нужно это все соблюдать. И поэтому с таким человеком работать, в принципе, будет сложно. То есть это уже первый звонок для хирурга, что такой пациент непростой, и надо с ним подольше поговорить. Очень многие бывают, что приходят и говорят, да, доктор, действительно, вот если видишь, что может человек похудеть. Он приходит там месяца через два на повторную консультацию или три, сколько, вот мы говорили с ним. Он похудел, говорит, доктор, мне так классно, я буду дальше продолжать. Если вот там чего-то останется, я обязательно приду. Мы, естественно, радуемся очень сильно этому факту, что человек взялся за себя, за здоровый образ жизни, как это сейчас мейнстрим, поэтому очень даже хорошо. Поэтому нет, мы не так, что вот всех подряд там и все просто. Нет, безусловно, это очень индивидуальный процесс. Ну и я думаю, что осталось нам пригласить наших зрителей, ваших потенциальных клиентов, пациентов, куда обращаться, за консультацию, задать вопросы, развеять какие-то страхи. И, собственно, где вы делаете, это же в Хабаровске все делается, да? Конечно, да, это все у нас. Вот, на консультации приходить обязательно надо, потому что вот все эти вещи онлайн, по фотографиям, мы стараемся охватить тех, кто далеко от нас находится и кому сложно. Но вживую посмотреть всегда лучше, опять же, поговорить с человеком, определиться, что он хочет. Поэтому записывайтесь по телефону 408-300, наши администраторы всегда на связи, ответят, запишут к нам, к хирургам, на консультацию. Переулок Арсеньево, 4, отдельно стоящее здание красивое, мы вас там встретим, пообщаемся, все расскажем, покажем, продемонстрируем фотоматериалы. В общем, приходите, мы всегда очень рады, будем ждать. Большое спасибо, в студии у нас был Сергей Бервино, пластический хирург, мы говорили о липосакции, отвечали на самые частые вопросы, которые задают пациенты.